Сегодня на обзоре и на этих рассмотрен у нас Merida Crossway 4.0 Рама алюминиевая, велосипед около 10 лет, он тоже вроде как ни разу не обслуживался Давайте посмотрим, что он сделан и что мы будем на нем ремонтировать Итак, вилка-пружинка, все работает, ничего не залипает, не закисает Рулевая тоже в нормальном состоянии, перебирать мы ее не будем Вынос вот такого типа, забивной, не очень прикольный Передний тормоз у нас не очень хорошо работает Посмотрим, да, у нас тут все залипло, все рубашки, все дросики Все это надо будет обслужить, скорее всего поменять Ручки-крутилки, переключатели тоже проверим после того, как колеса сделаны Потому что в первую очередь мы делаем сначала колеса, колеса у нас в отдельном видео Каретка в нормальном состоянии, задний тормоз, вот задний тормоз у нас отличный Так, ну это промокс, вот, кстати, да, это меняли летом, тормоз работает отлично А вот передний тормоз у нас, родной Мерида, он уже начал закисать Значит, мы меняем тормоза, меняем рубашки-тросики, задний тормоз мы не трогаем С передним и задним переключателем мы посмотрим, что у нас происходит Так, износ звезд у нас такой серьезный, износ цепи и задних шестеренок тоже серьезный Но, скорее всего, с учетом того, что я уже колеса посмотрел Наверное, мы этот велосипед отправим в вольное плавание еще на один годик То есть мы немножечко, что надо, обслужим Это я покажу чуть позже И через год уже будем менять и трансмиссию, и втулки, и обода, и все на свете Так, занесли колеса в теплое помещение, они обсохли И теперь можно с ними поработать Итак, смотрим, проблема Слышно, это колесо закусывает, значит, втулки плохо Смотрим, заднее колесо Опа, тоже оно под трещотку, смотрите, сколько грязи Соответственно, там внутри наверняка все плохо Крутим Тоже слышно, тоже ему плохо На переднем колесе под резиновым пыльником стоит еще стальной Но даже под ним видно, что песок все равно попадал Смазка загустела, смазка очень грязная Сами шарики практически без смазки Конуса я протер Конуса на выброс Здесь, видите, уже вот такие вот дорожки накатаны И вот эти вот колдобины, кратеры И на одном конусе, и то же самое здесь, на втором конусе Вот, поэтому конуса по-любому под замену Сейчас почищу втулки Если там есть износ, то, возможно, и втулки придется поменять Это мы узнаем через секунду Так, смотрим на чашечки На чашечках имеется дорожка Дорожка вот такая вот, достаточно глубокая Внутри дорожки мы видим немаленькие такие точечки То есть, в принципе, эта втулка живая Эта втулка еще послужит А вот там, видите, дорожки накатаны Они как бы в глубину уходят То есть, ездить можно Может быть, будет небольшой хруст Но эти втулки точно еще один-два года откатаются Но в любом случае, надо сейчас клиенту предлагать Либо переборку, либо замену Задняя втулка, в принципе, все то же самое Застывшая смазка, немножко песочка Шарики уже без смазки Сейчас попробую сфокусироваться Есть дорожки, царапины и небольшие кратеры То есть, конуса тоже под замену Сейчас смотрим на чашки Задняя втулка в таком состоянии Тоже накатаны дорожки Но они значительно меньше, чем на передней втулке То есть, эта втулка более живая Но проблема в другом У нас уже нет индикаторной дорожки Вот так вот все это сточено И сейчас я переверну колесико Спицы здесь тоже прослабшие То есть, колесо оно будет протягивать Где-то в одном месте Сейчас я, может быть, не найду Но здесь видно, что дорожка уже очень глубокая Где-то в одном месте я увидел Что-то типа царапинки или трещинки То есть, скорее всего, этот обод Надо будет заменить А если заменять обод То, наверное, проще купить сразу новое колесо И сразу втулку на промах Так, согласовали с клиентом Что все-таки мы эти втулки пока оставляем Потому что, как минимум, один-два сезона не проходят Смотрим, там, видите, внизу ржавчинка есть Износ, но все равно оставляем Год-два спокойно они отходят Все это отмыто Все это обезжирено Обезжириватель за ночь испарился И сейчас мы приступаем К протиранию, скажем так, каждой запчасти Тряпочкой Наносению смазки и сборки Так, все протерли Наносим нашу любимую синенькую смазочку Подготавливаем подшипнички В этой втулке у нас их по 9 штук задней И почему-то собираем После приклеения шариков Обязательно сверху чуть-чуть нанести смазочки Дальше ставится пыльник И вставляется ось с конусами С второй стороны шарики вставлять проще Потому что мы уже вставили ось И шарики теперь в отверстии провалиться не могут Опять же приклеиваем шарики Наносим сверху смазку Все собираем И после этого всю лишнюю смазку удаляем Чтобы снаружи смазки не было никакой В общем, прошло полчаса Результат пока такой Пока подшипники просто вклеены И все В чем проблема? Значит, смотрите Вот это вот старая ось Старые конуса На одном из конусов Маленький кратер есть И плюс вот эти дорожки накатаны Соответственно, когда я на них собираю Начинает подзакусывать Это плохо Дальше мы берем Новую ось С конусами Проблема в чем? Во-первых, другая резьба То есть, эта ось Эти конуса не накручиваются На старую ось Они отличаются Если я ставлю вот эту ось Сами конуса не заходят в пыльники Металлические То есть, они толще по диаметру Сейчас буду Вот здесь я уже целую коробку принес Пока ничего не могу найти Все вообще с другой резьбой То есть, на этой На этой оси резьба Такой модель, которая достаточно редкая Сейчас буду искать Так Прошло полчаса Конуса оказались Оригинальные, видимо, шимановские Потому что Все виды втулок и конусов Которые у меня есть К сожалению, не подходят Я взял дрель Взял шкурку И вот так вот начал полировать То есть, в основном я все сточил Но видите, да Как проявились все царапинки Все дефекты Которые Были не видны до полировки Сейчас я попробую собрать Конус В таком вот виде Если будет закусывать Тогда придется идти в магазин И покупать оригинальные Но оригинальные будут стоить дофига Китайские на рубли по 200 А шимановские, как я говорил в прошлый раз 30-50 400 рублей за один конус Представляете? Стоимость Качество втулок Сделанных 10 лет назад Просто великолепное Гайки контрятся идеально То есть, они не допускают затягивание С двух сторон Как на дешевых втулках Чуть-чуть полобородика Уже законтрились Все, помогла нам полировка Очень даже помогла То есть, люфта Нет вообще никакого То есть, добился Долго-долго, правда, мучился Чтобы подобрать такое положение Полное отсутствие люфта Крутится идеально Звуков никаких нет То есть, полировка Реально помогла Сейчас попробую Одной рукой Не получится мне Одной рукой раскрутить В общем, короче Все крутится вообще идеально Без закусывания Так что, эта втулочка Еще один-два сезона Проходит точно А потом уже, наверное Внутри нее чашки Начнет прогрызать Прибираем точно так же Переднюю втулку теперь Забыл сказать самое главное Этот пыльник Огромный, резиновый Он оставится с той стороны Где нет трещотки То есть, с той стороны Трещотка Подразумевается, что Как бы трещотка Закрывает вот это вот Все место от грязи Но на самом деле Все равно Грязь пыли будет попадать А вот с этой стороны Ставится такой огромный пыльник И чтобы он Ну, поскольку он под гайку Вставляется Очень туго прижимается Вот сюда Вот это место Нужно намазать еще смазки Тогда и пыльник Будет легче скользить Вот И Как бы эта смазка Создает дополнительную Такую прослойку Тоже Пыльник из смазки Так называемый Чтобы туда пыль и грязь Не попадала И вода не попадала С этой стороны на втулку Туда, где шарики Также с передней втулки Все отмыто Все очищено Обезжирено Дорожки мы видим Накатанные Но пока Клиент хочет использовать Старые втулки Их на 1-2 сезона Должно хватить 100% С передней втулкой Все проще У меня есть новые Комуса Это, конечно, не Шимана Но, опять же Их на 1-2 сезона Хватит По сравнению Со старыми убитыми Которые я уже выкинул А вот они, наверное Да С такими вот Видно, да Колдобины Опять же, сейчас примерю Но я надеюсь Что пыльник подойдет Потому что вот это Подделка под Шимана Не оригинальные Шимановские Подделка Но и втулки у нас Ройки не оригинальные Потому что без надписи Я думаю, что сейчас Все подойдет Соберется Сразу же С двух сторон Наносим Вот такой Достаточно жирный Слой нашей Смазочки Синий В передней втулке У нас маленькие шарики По 10 штук Их Тщательно их отмыли Проверили Что нет дефектов То есть я новые шарики Не буду ставить Потому что старые шарики В отличном состоянии Очень хорошие Каленые Поэтому я их просто Очень хорошо помыл Протер И теперь чистыми руками Буду их туда вклеивать Поскольку у нас На конусах Запрессованы Металлические пыльники Как их снять Аккуратно Чтоб не повредить Самый простой способ Берем Соответственно Конус Ставим его Вот таким вот образом На чистую поверхность Берем любой Ключик накидной И по нему Сверху постукиваем У нас конус ниже Чем ключик Поэтому можно постучать И легко С двух-трех ударов Я прям Рукояткой ножа стучу И он снимается Ну вот и далее Все собираем Потом начинаем Искать такое положение При котором у нас Гаечку не закусывает Но при этом Она вообще отлично крутится И люфтов Нет вообще никаких Буквально По чуть-чуть По чуть-чуть По 10 градусов По 5 градусов Начинаем контрить Аккуратненько И собираем Такое состояние Чтобы не было Ни люфтов Ничего Но вот здесь вот Слышно По дорожкам Все равно шарики катаются То есть здесь дорожки накатаны Несмотря на новые Конуса Дальше наносим Опять же смазку И ставим Также Уже на смазку Вот эти вот Резиновые пыльники Чтобы они лучше скользили И не залипали Чтобы была дополнительная Такая вот Прослойка из смазки Все и колеса готовы Отправляем их На протяжку На немножечко Чтобы спицы протянуть А бода поправить Так С резинки у нас колеса Стали крутиться Конечно намного тяжелее И несмотря на то Что они смазаны То есть резинки Прямо реально Дают определенное сопротивление На том колесе Одна резинка На этом две И колесо крутится Конечно намного туже Резинки немножко Задубевшие Им 10 лет уже Но все равно Все работает отлично Все Всю лишнюю смазку Я соответственно убираю Чтобы снаружи Не было грязи Ничего не прилипало И поскольку у нас Тут немножко разные покрышки Я сейчас фотографирую Чтобы потом не перепутать Потому что протектор разный На каком колесе Какая покрышка стояла И отдаю на сборку На протяжку точнее Так Опять же Вот покрышки Допустим В отличном состоянии Снаружи То есть ничего не видно А когда начинаешь спускать Здесь вот видно Что уже корт Борт Начинает вот так вот Протираться Опять же Насколько этой покрышки Хватит Сложно сказать А такое происходит Обычно от того Что Ездят на Слегка спущенных Покрышках Или может быть Спустил до дома Катят Или хранят на морозе Видите Она начинает Вот здесь вот уже Трескаться То есть опять же Скорее всего Через сезон Придется менять и колеса Потому что уже Обод Немножечко уставший И втулочки И покрышечки То есть Есть определенные проблемы С износом Финальный обзор Померите Что было сделано Перебрали переднюю втулку Посталь новые конуса Протянули Спицы Заднее колесо Конуса не меняли Я их проточил Насколько я помню Опять же Протянули спицы Все отрегулировали Смазали Перебрали втулку Рубашки и тросики Я решил не заменять Потому что В принципе Все достаточно Хорошо работает Единственное Что на одной звездочке Слегка залипает Но это все таки Мне кажется Проблема в том Что цепь очень густо Густо смазана И плохо она Изгибается Когда меняет свое Положение Скажем так Настроили тормоза Настроили переключатели В принципе И все Велосипед готов Что тут еще интересного Вот такое седло Огромный диван Необычной формы Насколько я помню Клиенты заказывали Его из Англии И стоит он Достаточно дорого Можете погуглить Вот эту торговую марку Город очень удобная Несмотря на то Что вот оно Именно плоское Все Велосипед готов Ждем Пока заберут Субтитры сделал DimaTorzok